Музыка Меня зовут Олег Белецкий, я основатель медиа о свадьбах ТОП-15 в Москву. Мы пишем про современные свадьбы и показываем талантливых свадебных профессионалов. В жизни каждого человека есть несколько ключевых событий. Это его рождение, встреча второй половинки, свадьба, рождение ребенка и фестиваль G8. Ко всем этим событиям в обществе относятся с почетом и уважением, но к свадьбам слегка снисходительно. Вот даже сейчас я отправил тему своего выступления организаторам за два месяца, тема свадьбы. Смотрю в программу, так аккуратненько написали частные мероприятия. Поэтому закройте двери, будем говорить 20 минут о свадьбах. Здравствуйте! Ех, ну примерно вот так, да. Вы знаете, за 10 лет индустрии мы подражали и копировали свадьбы, которые проходят во всем мире. Мы копировали свадьбы в Италии, в Штатах, в Арабских Эмиратах. Но со временем поняли, что мы можем по-другому. Если мы посмотрим, что мы брали из того, что происходит во всем мире, то в Италии свадьбы – это красивая вилла. И из декора, из основы всего – это просто Италия и красивая вилла. Если мы посмотрим на свадьбы в арабских странах, то это масштабный, огромный декор. И у нас в индустрии тоже такой период был – масштабного, огромного, красивого декора. Если мы посмотрим на свадьбы в Штатах, то, например, это одна из самых известных свадеб прошлого сезона – Бруклин Бэкхэм и Никола Пельц – это свадьба в Шатрия. И у нас тоже была такая история – свадьба на открытом воздухе, шатер, все гости в плюс 40 в блэк-тай, три образа у невесты, подружки в разных цветных платьях. Эта вся история также у нас была. Но со временем мы поняли, что вдохновение для свадеб лежит не только в свадьбах. И наши агентства, свадебные профессионалы, начали задействовать другие креативные индустрии. И если раньше молодые современные пары думали, что свадьба – это за шквар, и не делали свадьбы, то сейчас делают, сейчас понимают, что свадьба – это может быть вселенная на 24 часа, которая собирается из интересов пары. Здесь может быть и театр, и кино, и музыка, и гастрономия. Это вот то, как себе мир представляет пара. И уже сейчас есть такие кейсы. Свадьбы в России сейчас выглядят вот так. Это благодаря тому, что и рынок вырос, и свадебные агентства, и сами пары готовы и понимают, что свадьбы – это прикольно. Я покажу несколько кейсов, которые есть сейчас в нашем индустрии в свадебных агентствах, и потом покажу примеры, когда креаторы из других индустрий делают что-то внутри свадеб. Кейс от агентства «Феерик». Можно подумать, что это кадры, нагенерированные нейронными сетками, но на самом деле нет. Это кейс реальный, сделан в этом сезоне, и это кадры из реальной свадьбы. Это такой вот омаж на вот этого европейского дизайнера, который сейчас укутывает дома в Париже вот в такие ткани. Это реальный кейс. Московский яхт-клуб сделан в этом сезоне. Это проект агентства «Бон Веддингс». Ребята – молодые современные художники, которые сделали предметы искусства из тех вещей, которые связаны с ними, связаны с их отношениями, их историей любви, их предметами быта. Кстати, там на правой фотографии надпись «Холод». Это их фамилия, которую они сделали изо льда, которая потом растворилась, и они все эти предметы перевели в предметы современного искусства, перевели в NFT, и была выставка, по-моему, здесь же на хлебозаводе. Это кейс агентства Андрей Фомин Продакшн и Даниила Манешина, где сочетается мультимедиа, сценография, технологии. Этот кейс сделан в 2019 году. Он во многом опередил тренды и показал, как может быть. Я покажу сейчас несколько кадров из этого кейса и попью воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигаемся дальше. Один из моих любимых проектов – это «20 лет со дня первой внебрачной ночи». Вот такое было вдохновение у пары. Делал агентство для двоих «Диди Клаб». Здесь было все из современного развлекательного искусства и того, что можно сделать. Здесь было и иммерсивное шоу, здесь был спектакль, здесь был стендап. Здесь ребята из агентства «Двоих» построили, сняли, во-первых, фильм с друзьями и парой. В этом дворце построили кинотеатр и там устроили премьерный показ этого фильма. Невероятный проект по эстетике, по смыслам. Есть также видео. Видео. «Музыка» «Ингерный проект по эстетике, по-маллениванию» Нравится? Огонь? Да, там был огонь, там все было. Так, теперь несколько кейсов креаторов из других индустрий, когда ребята привносят что-то свое в свадьбы. Очень популярная история, когда светские фотографы их приглашают каким-то особым взглядом показать свадьбы. Это получается действительно другое видение свадеб. Это был пример нашего фотографа Абдула Артуев. Здесь Герман Ларкин, который снимал «Только звезд» не снимал свадьбы. И вот первая свадьба, которая у нее была, по-моему, он снимал Пэрис Хилтона, его самая первая свадьба. Это вот кейс наоборот, когда вдохновляются свадьбами и привносят это в съемку коллекции «12 сториз». Это делал экс-главрет ВОК Маша Попова. Также могу сказать, что наших свадебных профессионалов приглашают на самые топовые свадьбы во всем мире. В Италии, в Штатах. Это кейс Андрея Байды и Вики Парамоновой. Это такой наш экспорт русского креатива в мир. Дальше, пример из моды. Рената Харькова собирала образ Саши Жарковой в прошлом сезоне из каких-то несвадебных элементов. Дальше. Этот сезон совсем недавно директор, точнее редактор отдела моды Настя Сотник из блюпринта. Для нее Санан Гасанов собирал свадебный образ. Делал кастомное платье. Это стилист Виктория Чураева, яркая очень девушка, на которой подписан Кайни Уэст и Гвасалия. Вот так увидела свой свадебный образ и тоже это было такое очень неочевидное видение свадеб. Стилисты продюсируют свадебные образы не из мира свадеб, создают вот такие красивые съемки. Далее, сет-дизайн. Это наши декораторы Floral Style и Артем Вендревский вот такой сделали проект, в котором показали, как может быть сделан свадебный ужин. Использован популярный сейчас красный цвет и написано Аглии томаты, но мне кажется они очень красивые. Декорации. Это тоже кейс, когда он обратный, когда ребята из свадеб сделали кейс для корпоративного заказчика. Это агентство для двоих, Didi Club. У них есть и свадебное направление, и корпоративное частное. Здесь я хочу сказать о том, что ребята, которые занимаются свадьбами, они это делают с невероятной проработкой, с глубиной всех-всех деталей, с любовью. И по моим ощущениям, только ребята из свадеб могут делать вот такие реалистичные, невероятные вещи, как создать вот такую настоящую осень в чистом поле, в построенном шатре для корпоративного заказчика. Это павлино-дизайн, экологичное оформление, сухоцветы, первоцветы, кустарники. И вот это еще кейс, который говорит о том, что это не обязательно дорого. В этом и есть креативность свадебной индустрии, когда это может быть с минимальным бюджетом. Но сама идея ставит свадебную индустрию рядом со всеми другими креативными индустриями. Это агентство Feeric использовали морской контейнер для церемонии, для обмена клятвами и для выноса торта. Фуд-дизайнеры. Марина Леонова и Полина Чинцова работают с мировыми брендами и также пробуют себя в свадебном мире. Это фуд-дизайн представители мировые, также мировые. Гастрономия. Это торты. Тоже отдельная огромная история. Есть тортиканнушка, российский бренд, российский проект. Есть вот такие ребята, которые делают концептуальные торты и свадебные в том числе. Гастрономия. Это история в ивентах уже плотная и очень давно, но в свадьбах также сейчас это у нас стало нормой, когда приглашают именитых шефов, и они либо скейтерингом, либо устраивают шеф-стейбл на свадьбах. Пример из современного искусства. Художница Варя Чилцова нарисовала меню для свадьбы и иногда использует современных художников, рисует принты, какие-то образы, какой-то дизайн для свадьбы. По-моему, это очень классно. Музыка. Большое количество нишевых музыкантов придумывают, как можно задействовать себя на свадьбах. Это проект Антона Беляева, лаборатория музыки Антона Беляева. Проект в этом сезоне. 40 человек музыкантов, оркестр играл на свадьбе музыкальный плейлист пары. Это пример агентства V-Production. Пианист Илья Киреев вот там в правом углу на сцене открывает вечер и своей музыкой. Тоже невероятно красивый проект. Двигаемся дальше. Диджеи. Много светских модных диджеев привлекают их к свадьбам. Это, например, Кодзи Браун из «Копы в огне». Ребята на 10 лет опередили всю индустрию. И вот он играет на свадьбе с Сашей Жарковой в прошлом сезоне. Возвращаемся к свадебным ведущим. Это обратные кейсы, когда ребята из свадеб сделали что-то вовне. Например, Миша Белянин вел два сезона шоу «Холостяк». Один выступал на ТНТ своим стендапом. А ребята, свадебные ведущие сделали просека шоу. И работают на разных ТВ, Ютуб проектах. И на свадьбах, и на частных мероприятиях в том числе. Очень клевые. Это такое заигрывание с юмором, немножко с 90-ми. Привлекли пранкера Илью Куруч в свадьбу. Он был ведущим свадьбы. Тоже очень классное решение от агентства Soulmate. И здесь вот с этой эстетикой игрались и Моргенштерн, игрались и Мезенцев, и Мариана Елисеева. Не знаю, сколько это получилось, не получилось. Но вот и в эту сторону тоже можно креативить. Много коллабораций в индустрии. Это поп-ап свадебный номер в отеле Марка Пола от агентства Feeric. И поп-ап номер от агентства Russian V1 Group в коллабе с Полиной. Павлиной дизайн. Коллаборации, когда виш-лист, что дарить паре, собирают вместе с современными художниками, собирают с предметами искусства. И ребята-консьерж, потом эти предметы доставляют паре. Это графический дизайнер, который делал проекты для Nike, для NASA, для крутых брендов. И вот он пофантазировал, как может выглядеть свадьба будущего глазами искусственного интеллекта. Это он же про мужскую моду. Я хочу сказать то, что мы в свадьбах формируем новое пространство для представителей креативных индустрий, которые могут выходить со своими проектами, со своими продуктами и что-то пробовать создавать в свадьбах. Это такой новый вектор, новое пространство. И нам в свадьбах это очень нужно. Мы смотрим в сторону креативных индустрий. И мое мнение, что на стыке свадеб и креативных индустрий будет новое видение свадеб. Я надеюсь, что я немножко подвинул вас к тому, что свадьба это классно, свадьба это прикольно. И я предлагаю после фестиваля G8 всем вместе пойти подать заявление в ЗАГС. Спасибо. Олег, спасибо большое. Очень интересно. Если честно, мне кажется, что была не раскрыта только одна тема. На свадьбах без этого никуда. Это конкурсы. Какие конкурсы были там в замке, где мы видео смотрели? Просто интересно. Слушайте, есть и конкурсы, есть все. Но скорее сейчас это какое-то общение, какие-то интересы пары. И вот на этом встроиться. Не на конкурсах. Но если хотите, их тоже можем сделать. Они тоже есть у нас. Это прекрасно. У нас рубрика «Постоянный вопрос». Мы, кстати, не разыгрываем футболку, если что. Постоянные вопросы. И постоянно я спрашиваю. На самом деле, я не знаю, почему никто ничего не спрашивает. Ребят, ну, блядь, проснитесь. Короче, суть в том, что мне интересно на самом деле. Вот вы такие думаете, какая-то рубрика должна быть на свадьбах. То есть какая-то идея. Где вы вот эти идеи берете? Ну, то есть, я могу подкинуть, если что. Матрас, принятие решение. Подкидывайте, мы будем рады, нам нужны эти идеи. Мы смотрим от того, что интересно паре. Какой у них мир, что интересно, музыка, кино, театр. И вот отсюда уже ищем идеи. Так, хорошо, вот вы такие смотрите, так, они подкинули идеи. А дальше-то что? Ну, типа, у вас есть ребята, которые генерят эти идеи или что? Есть агентство, которое, собственно, в мире свадеб, оно одно из ключевых. Именно агентство чувствует пару, понимает пару, слушает запрос, привлекает подрядчиков. Иногда сами штурмят, иногда привлекают креативные команды, привлекают свадебных профессионалов и под них придумывают и создают этот проект. Это агентство делают. А агентства сами, они типа не совковые? Ну, то есть вот это идеи, то есть можно на самом деле подкинуть идеи, которые совковые и такие, типа, давайте мы сейчас вывезем вот этот фургон какой-нибудь, сейчас загрузим вас туда и будем кататься. Слушайте, агентства, вот эти проекты, которые я показывал сейчас, это все сделано с агентствами. И агентства невероятно классные. Посмотрите на наш аккаунт ТОП-15 Москов, наш сайт, там представлены эти агентства. Это невероятно талантливые команды, которые создают свадьбы сегодня, сегодняшний мир свадеб, который, по моему мнению, круче, чем все, что есть в мире сейчас. Ну это супер, все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.